Татьяна Доронина Татьяна Доронина уже не может самостоятельно обеспечивать быт, поэтому несколько лет назад передала эти заботы в руки профессионалов. Поклонники с тоской обсуждали, что великая актриса свои последние дни проводит в богадельне, однако новая реальность Дорониной вряд ли может вызвать жалость. Два года артистка прожила в санатории Барвиха, что расположен прямо в роскошном сосновом лесу. Простые пенсионеры в таких заведениях не содержатся. Месяц пребывания в номере люкс с питанием и санаторным лечением обходится знаменитостью в 900 тысяч рублей. Позже Татьяна Васильевна перебралась в апартаменты попроще, двухкомнатные, и таким образом сэкономила себе около 200 тысяч ежемесячно. Платила Дорониной из своего кармана, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, звезда все еще занимает пост президента МХАТ, за что получает почти полмиллиона в месяц, плюс пенсии, льготы как блокадница. Но зимой 2022 года ситуация изменилась. Тогда у Дорониной стали отказывать ноги. Нужна была сиделка, причем на постоянной основе. У жица с Татьяной Васильевной, одолеваемой постоянными болями, дело, как оказалось, непростое. Она отказалась жить в одной комнате с кем-то из персонала, оплачивать отдельное жилье для помощницы тоже сочла недопустимым. Медсестры санатория, в чьи обязанности не входит уход за тяжелобольными людьми, терпели капризы звезды три месяца, а потом взбунтовались. Говорят, персонал даже составил жалобу на постоялецев, которые попросили либо дать им уйти, либо решить вопрос с Дорониной. Тогда знаменитость перевели в геронтологический центр юго-западный. Конечно, теперь в распоряжении президента МХАТа нет люкса из нескольких комнат, зато есть достойный уход и шикарная реабилитация. Пребывание здесь стоит примерно 200 тысяч рублей в месяц. А счета Дорониной, по некоторым данным, оплачивает правительство Москвы. Настроена артистка прекрасна, несмотря на перенесенный коронавирус и почтенный возраст, в обиду себя она не дает. В номере вместе с Татьяной Васильевной живут две ее кошки британской породы. Вообще, содержать животных в геронтологическом центре запрещено, но знаменитости удалось потребовать уважения к себе и своим заслугам. Питомцев, ближе которых у Дорониной никого нет, регулярно возят в специализированную парикмахерскую, где их моют и вычесывают. Напомним, что все браки знаменитой актрисы, коих было пять, закончились разводом. Ни в одном из этих союзов детей у нее так и не появилось, близких родственников у Дорониной нет, а с дальними она общаться никогда не желала. Недавно стало известно, что даже над своими мужьями знаменитость в свое время немало поиздевалась. Продолжение следует...